Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня Святая Церковь вспоминает память Святой Великомунчества Варвары, память которой честуется 17 декабря. Святая жила в городе Иллиополе и родилась в 273 году н.э. Ее отец был знатным человеком, его звали Диаскор, но он был язычником. Святая рано оказалась без матери, и отец все свои силы отдал на воспитание и сохранение ее красоты и девства. Она жила в башне и видела все красоты мира, которые были перед ней – реки, озера, небо, поля. Все это восхищало ее сердце, потому что она понимала, что это не могло быть создано какими-то лживыми языческими богами, а только богом, отцом, творцом вселенной. Отец никуда ее не выпускал, но она не хотела выходить замуж, и тогда он выпустил ее из башни, и она познакомилась с девушками-христианками, которые ей рассказали о вере в троединого Бога. И вот однажды один священник под видом Александрийского купца, приехав в город Иллиополь, с ней познакомился и совершил над ней по ее просьбе обряд крещения. Отец был в отъезде, когда она сделала в одной из башен три окна в честь Святой Троицы и сооружила крест над купелю. Приехав отец, все это увидев, был разгневан, потому что святая рассказала ему о своей вере в Христа. Она бежала от него, скрылась в горах, но он ее нашел, к большому сожалению. Она была подвергнута мукам и физическим истязаниям. Позже отец представил ее правителю Максиме Иоанну, и над ней были совершены многие истязания. Святая мученица Иоанна также призналась своей вере в Христа. К сожалению, их водили по городу, бесчестили, их пытали различными пытками, но святые оставались верой Христовой твердыми и непоколебимыми. Позже все-таки она была обезглавлена самим диаскором. 19 декабря Русская Православная Церковь чествует святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворцев, который родился в 270 году в городе Потара. Его дядей был известный епископ Николай, который много уделял его воспитанию в христианстве. Рос он и воспитался в христианской семье, достаточно образованной и богатой. Поэтому много сил было отдано Николаю в его воспитание. Он был чтецом, помогал во многом дяде. И позже, когда нужна была помощь, он был рукоположен в пресвитера, а сам его дядя, епископ Николай, уехал в Палестину. Очень много сил отдавал пресвитер Николай воспитанию паства, заботе о ней. Очень интересный случай из его биографии. Как вы помните, был такой случай, когда один из людей, который очень обеднел, имел трех дочерей, но, к сожалению, не имел возможности выдать их замуж. И поэтому их ждала, к сожалению, позорная участь. И вот, узнав об этом, святитель Николай по ночам подбрасывал узлицы с золотом, чтобы помочь дочерям выйти замуж. И, наконец, когда все-таки его встретил отец этих дочерей, он упал к ногам, поблагодарил, но в ответ услышал только слова, что это его забота и обязанность заботиться о своей пасты. Много других интересных случаев из биографии свидетеля. Например, такая, как он позаботился о том, чтобы остановить казнь невинно оклеветанного, спасти жизнь трех воевод, которые тоже были также оклеветаны. Святитель Николай отдавал много сил и забот о своей пастве, и мы об этом все помним. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте заботиться о том, чтобы наши души всегда прилеплялись не к земному, а к горнему миру, потому что венцы, которые нам Господь дает, только за наши труды и веру во Христа Бога. 22 декабря Русская Православная Церковь чествует Пресвятую Богородицу и память ее зачатия. Когда-то очень давно ее родители, Яким и Анна, не имели детей, и когда Яким пришел в храм принести свою жертву, Пресвященник отказал ему, сказав, что это большой грех не иметь плода для народа израильского, и его жертву не принял. В слезах он пошел к золотым воротам со своим стадом, и там у золотых ворот его встретила его супруга, обрадованная, ибо обоим им явился ангел и сказал, что от них родится Пресвятая Богородица, через которую придет спасение всему миру. Действительно, у Бога не изнимое же никакое слово. Господь может покрыть любовью всю нашу немощь и все наши слабости. Часто люди, которые находятся в поношении, несут тот крест, о котором мы с вами не знаем. Итак, Яким и Анна, через них садилось то великое дело спасения, которое называется зачатие и Рождество Богородицы. Еще в раннем детстве в душе Николая Хазова, уроженца Ленинграда, будущего владыки Прокла, было посеяно зерно веры, что и определило его дальнейшую жизнь. После учебы в техникуме и службы в рядах Советской Армии он обучался в Ленинградской духовной семинарии, где был пострижен в монашество с наречением имени Прокол в честь архиепископа Константинопольского, а затем в Духовной Академии, окончив ее со степенью кандидата богословия. Его священнический путь начался в январе 1973-го, затем годы настоятельства в храмах Ленинградской области. В октябре 1987-го – епископская хиротония. Через два года владыка Прокл был назначен епископом Ульяновским и Меликесским. Я рядом с ним провел почти 15 лет. Когда в 1989 году епископ Прокл прибыл по благословению патриарха Пимена на эту землю, здесь было два храма в городе Ульяновске и семь храмов на территории Ульяновской области. Было 18 человек духовенства, и не было никаких даже подсобных помещений, где можно было бы разместить епархиальное управление, не было даже ведомственного, как говорится, церковного жилья, где бы мог остановиться, преклонить главу свою епископ. В 2001 году Священный Синод возвратил Ульяновской епархии историческое наименование – Симбирское и Меликеское. Через два года образовалась Симбирская митрополия. Владыка Прокл был назначен ее главой и возведен в Сан-Митрополита. Скончался преосвященный митрополит Прокл 23 марта 2014 года. Он отдал четверть века преданному служению Богу и Святой Церкви на Симбирской земле. По прошествии 24,5 лет на земле Симбирской было уже более 200 приходов, было уже почти 200 человек духовенства, организованы все структуры церковные, епархиальные, которые совершали свое служение, плодотворное служение. В день, когда Святая Церковь совершает память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, в Спасовознесенском кафедральном соборе Ульяновска, митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф возглавил совершение заупокойной литургии по преснопамятному владыке Проклу. Митрополиту Иосифу сослужили епископ Барышский и Инзинский Филарет, епископ Меликеский и Чердоклинский Деодор и духовенство митрополии. Совершая память святителя Прокла и воспоминая преснопамятного владыку митрополита, мы, конечно, вспоминаем его многие усердные труды по возрождению церковной жизни на нашей симбирской земле. Владыка приехал сюда тогда, когда еще здесь были единицы храмов, когда церковная жизнь только-только начинала возрождаться. Его трудами возрожден Воскресенско-Германовский собор, его трудами построен и этот Спасовознесенский собор и многие другие храмы. Его трудами воздвигнута Михаила Архангельская обитель в селе Комаровке. Многое можно говорить о трудностях, которые перенес владыка по возрождению церковной жизни на симбирской земле. Я думаю, что все вы, конечно, помните это. Помните владыку, его труды, его молитвы, его проповеди. Это все хранится в сердце, в сердце его паствы, которая сохраняет свою любовь к своему архипастырю до сегодняшнего дня. Преснопамятный владыка Прокол был погребен под святым алтарем, возведенного его трудами Спасовознесенского кафедрального собора. Здесь, в усыпальнице, по окончании литургии владыка Иосиф в сослужении преосвященных епископов совершил панихиду. Почтить память первого епископа, возрождающегося после богоборческих времен, симбирской епархии, собрались его духовные чада, друзья, те, кто вместе с ним молился, трудился и созидал. Владыка был удивительный человек. Во-первых, он был человеком очень и очень подготовленным, он был литературоведом, он был историком прекрасным. Вот за эти годы он успел не просто полюбить нашу симбирскую, ульяновскую землю, но и знал прекрасно стихи поэтов симбирских и 18-го, 19-го века, 20-го века. Он читал наизусть очень много. Он был терпеливым, надежным владыкой. Я очень благодарна от лица всех друзей, хочу сказать владыке Иосифу за то, что мы сегодня его сделали и здесь помянули очень достойно. Вот прикоснувшись сегодня к гробнице, я плакала, потому что для меня он был друг настоящим другом. И уникальная возможность лишний раз людям об этом сказать. Наталья Шупрецова, Сергей Касьянов, «Симбирская митрополия». Святой Блаженный Андрей родился 17 июля по старому стилю 1763 года. Родители его были очень набожны и воспитали своих троих детей в истинной вере. Уже в семь лет будущий праведник взял на себя нелегкий подвиг. Подвиг юродства Христа ради. До самой смерти он жил лишь милостыней, перестал пользоваться обычной одеждой, носил только специально сшитые для него длинные рубахи и в любое время года ходил без обуви и головного убора. Образец этого высочайшего христианского подвига и подавали нам святые, которых мы именуем блаженными. Если, живя на земле во плоти, они старались помогать всем и каждому, то и сегодня они не отвергаются от нас, стремясь простирать свою помощь на всех немощных, нуждающихся всех тех, кто прибегает к ним, прося от них благодатной помощи и духовного укрепления. С этой верой и мы сегодня припадаем к честным мощам блаженного отца нашего Андрея, Симбирского чудотворца, прося его молить, прося его благодатной помощи и заступничества. В дни воспоминания праведной кончины святого угодника Божия блаженного Андрея Симбирского Христа Ради Юродивого вся Ульяновская область объединилась в молитве перед его нетленными мощами, которые хранятся в Спасовознесенском кафедральном соборе. Они были обретены в июне 1998 года после канонизации святого. В 1998 году было обретение этих мощей. Было очень много народа, очень много прихожан. Был подъем, потому что для Симбирска, Ульяновска сегодняшнего это было нечто. Все это почитание, потому что все вспоминали те слова. Он же был современником Серафима Саровского. И когда наши симбиряне приходили туда, к батюшке Серафима, мы говорили, что вы идете ко мне грешному, у вас же есть Андрей Ильич свой, он сильнее меня. В канун праздника митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф совершил всенышное бдение в Спасовознесенском кафедральном соборе города Ульяновска. Владыке митрополиту сослужил епископ Меликеский и Чердоклинский Деодор и все городское духовенство. Перед святыми мощами блаженного Андрея сонным духовенством был прочитан Акафист. Все верующие приложились к мощам и были помазаны освященным гелием. В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии сослужение епископа Барышского и Индинского Филарета и епископа Меликесского и Чердоклинского Деодора. В этот поистине народный для симбирян праздник владыке сослужило более ста священнослужителей со всех уголков области. Спасовознесенский собор с трудом вместил всех молящихся. По окончании божественной литургии перед мощами святого небесного покровителя Симбирска был совершен молебен. По завершении богослужения по многолетней традиции к памятнику святого блаженного Андрея, который возведен на территории Спасовознесенского собора, были возложены цветы. Все, кто принял участие в общей молитве в День памяти святого, здесь же у собора смогли разделить общую трапезу, отведав каши с пирогами и душистым чаем. После трапезы всежелающие были приглашены в киноконцертный комплекс «Современник». Здесь союзом православных женщин Ульяновской области была организована выставка победителей конкурса детских творческих работ и праздничный концерт, посвященный святому покровителю земли Симбирской Андрею Блаженному. День сегодняшний, день особенный, день нашей духовной радости, день, когда мы объединяемся вокруг имени святого угодника Божия, нашего заступника и нашего покровителя. Поздравив всех, Владыка Иосиф наградил медалями святого Блаженного Андрея Симбирского второй и третьей степеней, руководителя Союза православных женщин Ульяновской области Пелевину Нину Ивановну и руководителя Союза православных женщин Кузоватовского района Никифорову Ларису Николаевну. А также за усердное служение Святой Православной Церкви Владыка вручил архиерейские грамоты самым отличившимся. С таким размахом память Симбирского чудотворца празднуется давно. Но с каждым годом желающих поучаствовать в разных мероприятиях, посвященных святому, становится все больше и больше. Праздник это не сегодняшнего дня. Он имеет свое начало, у нас проходил целый месяц духовно-просветительской работы. Вот мы сейчас подвели его итоги, и в целом у нас вышло около пяти тысяч человек по всей губернии, охвачено произведением этого празднования. Само празднование, почитание Андрея Блаженного, это ведь не только песни и рассказы о нем. Это вообще людям нужно рассказывать. Рассказывать книги и вообще делать добро во имя святого во всех районах Ульяновской области. Во всех. Общественная организация «Союз православных женщин» четвертый год в рамках проекта «Радуйся имени своему» прославляет имена святых, в память которых названы православные люди. Этот проект проходит в рамках реализации гранта при правительстве Ульяновской области. На сегодняшнем концерте памятные подарки были вручены всем тем, кто носит имя Андрей. Наталья Шуклецова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители. Нам в эфир поступает очень много интересных вопросов, на которые каждый, наверное, желает получить ответ. Вот парочка очень интересных вопросов поступили. Первый вопрос. Почему Господь послал на землю сына, а не дочь? Очень интересный вопрос, на самом деле. Скорее всего, еще лет сто назад, наверное, никто бы такой вопрос даже не стал задавать. Никто бы и не сформулировал такой вопрос. И ответ, наверное, на него, с одной стороны, очевиден, а с другой, наверное, стоит поразмышлять над этим вопросом, над ответом на него. Конечно, в первую очередь, мы всегда, ведь в христианстве мы не имеем своего мнения, мы всегда упираемся либо на мнение святых отцов, либо на авторитет Священного Писания. И как мы знаем, в Священном Писании прежде всего Господь сотворил мужчину, а потом женщину, Господь наделил мужчину одними качествами, женщину другую, вместе они друг друга дополняют. И никто, ни мужчина не должен занимать место женщины, ни женщина не должна занимать место мужчины. По мнению Бога, когда Господь сотворил мужчину, мужчина в первую очередь должен был быть главой, должен был всем управлять, должен был за собой вести, вести ту же самую женщину, семью и так далее. И как мы знаем, даже тогда, когда Ева согрешила, Господь спрашивает, точнее, возлагает вину на мужчину и спрашивает с Адама, «Адам, что ты сделал?» Но не с Евой. И не только как бы в Писании, примеров можно назвать много. Например, пример корабля. На корабле должен быть один капитан, который должен заниматься именно делами капитана. И должны быть помощники, которые должны ему в этом помогать. И, следовательно, конечно же, если Адам согрешил, мужчина согрешил, то и через мужчину должно было прийти искупление, спасение. Через мужчину Господь должен был избавить человека от греха. Это, наверное, первый момент. Второй момент заключается прежде всего в менталитете восточного человека. Даже сейчас, если кто-то бывал в ближневосточных или восточных странах, прекрасно знает то, что мнение женщины особо, к сожалению, там никого не интересует. Женщина даже очень часто без мужа не может выйти на улицу, но только в сопровождении опекуна или мужа. И если бы Христос пришел в образе женщины, то древние евреи просто его бы не послушали, никто бы за ним не пошел. Следующий момент заключается в качествах, которыми обладает мужчина. Ведь мужчина, помимо каких-то критериев, связанных в первую очередь с силой, с главенством, обладает еще и хорошими физическими качествами. Христос вместе с апостолами должен был пройти множество километров, проповедовать о разных городах. Для этого нужны силы. Поэтому не каждая женщина могла бы это просто физически исполнить. Поэтому Господь и посылает сына, а не дочь. Следующий интересный вопрос, поступивший, на который хочется ответить. Как отличить смирение от человекоугодия? Почему человекоугодие – это грех, а смирение – это добродетель? Ответ на этот вопрос на самом деле очень прост. В первую очередь смирение подразумевает под собой исполнение воли Божьей и угождение Богу. А человекоугодие – оно предполагает угождение человеку, и, соответственно, человекоугодие у человек ищет награду у человека. С чего начинается смирение? Каждый, наверное, из нас знает то, что святые отцы говорят, что смирение – это самый фундамент нашего спасения. Это основная добродетель, которой должен обладать каждый верующий человек. С чего оно начинается? Каждый из нас знает. Вот захотел человек не грешить больше, не буду больше грешить. А оказывается, как сложно себя заставить не грешить, сложно себя поднять даже просто с дивана, оторваться от телевизора. И вот когда человек начинает понимать, что он не может сам себя даже оторвать от телевизора, и то, что даже в этом простом деле ему нужен Спаситель, вот тогда и рождается, впервые рождается смирение. Осознание того, что человек сам по себе ничего не может без Христа, что ему нужен Спаситель. С этого начинается смирение. И уже потом человек начинает понимать то, что он – творение Божие, то, что есть воля Божия, есть воля человеческая, то, что человек должен исполнять волю Божию, чтобы спастись, и в этом ему Господь будет помогать. С этого начинается, собственно, смирение. Человекоугодие же, оно своей целью преследует угождение человеку. Человекоугодливый человек ищет награды от людей, он заботится о том, что о нем скажут люди, для этого всячески пытается им угодить. И как итог, человекоугодливый человек, он питает лишь свой собственный эгоизм, особенно, когда его хвалят. А смиренный человек, он получает награду от Бога, он становится чище, он учится всех прощать, учится угождать, в первую очередь, не человеку, а Богу. И, как известно из Священного Писания, человекоугодие порой вообще приводит к неверию, к отпадению от Бога. Например, в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, есть такие замечательные слова, что многие из начальников уверовали в Него, во Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Это очень важное такое замечание евангелиста, потому что как раз человекоугодие, мнение других людей приводит очень часто человеку к погибели. Именно поэтому человекоугодие является грехом, а смирение является добродетелю, которое ведет нас маленькими, пусть шагами, но к Богу. Добрый день, дорогие братья и сестры. Нас спрашивают. Если человек раскаялся в каком-либо грехе на исповеди, затем причастился к тайн христовых, но вскоре опять и опять впадает в прежний грех, значит ли это, что Господь не принял нашего покаяния? Что тогда делать? Из-за этого нередко опускаются руки у людей, подступают отчаяния и мысли, что я самый ужасный грешник на земле и никогда не смогу этот грех победить, преодолеть и сжить из себя. На мой взгляд, не существует ответа на этот вопрос в кратком БЛИЦ-формате. Вопрос серьезный, вопрос затрагивающий глубины человеческой души и духовной жизни. И здесь, как мне кажется, не может быть однозначного ответа, единого рецепта, некой панацеи, которая всем и каждому подходила бы и была бы универсальной во всех жизненных ситуациях. Как мне кажется, данный вопрос лучше решать индивидуально, в беседе со священником, поскольку все мы не одинаковы. И одному человеку в данной ситуации, может быть, требуется одобрение, утешение, поддержка, и впоследствии некая спокойная, планомерная работа. Другому же, в схожей ситуации, требуется, наоборот, резкое слово, резкая отповедь, может быть, даже, и решительная, кардинальная смена образа жизни. Подчас и так. Нечто подобное мы встречаем в житиях некоторых святых, которые сумели стать таковыми, лишь переломив свой прежний образ жизни. И потому невозможно в двух словах ответить на этот вопрос. Но все-таки я бы в данном случае вспомнил слово из одной из молитв. Таинство Елеосвящения, в которое приводятся слова Христовы, замечательные, вдохновляющие и ободряющие слова. Елижды аще падеши, восстани и спасешися. Что в русском литературном переводе можно представить как «Сколько бы раз ни падал, вставай и спасешься». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин